сегодня хочу поговорить на тему поклонниц которые преследуют популярных певцов причем некоторые это делают разумно некоторые неразумно причем что тут разумно я бы еще усомнилась в этом потому что тут все очень сложно и реакции бывают у всех разные для кого-то кумир это как бог это вообще это неприкосновенное что-то и выйти подарить ему цветы это вообще самое самое большое счастье для тебя что ты можешь сделать для кого-то зайти за кулисы не проблема познакомиться не проблема но все бывает просто меня еще в детстве очень впечатлил рассказ моей сестры она играла с одним популярным певцом очень популярным в России она все время выходила к нему на всех концертах выходила к нему с цветами с одними и теми же цветами под одну и ту же песню одета была в одно и тоже примерно одежду такого же цвета и она потом рассказывала мне об этом просто рассказывала написала мне письма письма были не какие-нибудь там письма а тетрадка где вот двадцать четыре листа в клеточку она писала в каждую клеточку подробности того что происходило в ее жизни и вообще вот всякие вот такие игры конечно меня это все впечатляло и удивляло я все время почему ты с ним просто не пообщаешься он же тебе говорил зайди за кулисы он тебе говорил перезвони после радиоэфира я не знаю вот что движет такими вот поклонницами как она цена восхищалась ему она его любила но подойти к нему близко она так и не собиралась никогда уже прошло сколько лет и теперь она вообще мне особо интересуется но сам факт зачем вообще нужно было бы так играть с человеком а вдруг он действительно хотел с тобой пообщаться ну может быть не получилось бы у вас может вы разные будем может быть вы поговорили вы поняли что ну до свидания но почему не пообщаться может у тебя просто друг бы появился интересный почему нет но я сейчас скажу почему нет сама на самом деле понять не могу что происходит когда вы действительно влюбляешься в кого-то кто действительно для тебя как кумир вот что с этим делать некоторые могут общаться некоторые убегают я убежала вообще очень далеко и давно и никогда вы не призналась в этом даже самой себе вот ну обстоятельства сложились так что не будем об этом не будем об этом мешать